Добрый вечер, 21.04 в Москве. Это программа «Археология» в студии Сергей Медведев. Ночью до нуля градусов. Но, тем не менее, дамы и господа, весна неизбежна, как гибель капитализма. Причем, что это я говорю? А какая гибель капитализма, когда у нас журнал «Форбс» сегодня в гостях? «Археология Форбс». А, и мой соведущий сегодня, Эльмар Муртазаев, заместитель главного редактора «Форбс». Здравствуйте. Надеюсь, до гибели капитализма далеко. Да, да, советские речевые привычки отпускают с трудом. Капитализм цветет и пахнет. И, собственно, имеет он вполне определенную российскую специфику. Сегодня в нашей студии мы поговорим о борьбе с коррупцией. Потому что уже полгода, как борьба с коррупцией, которую объявляли у нас множество раз в России, она уже начала затрагивать интересы высокопоставленных чиновников. И вот, собственно, время подвести первые итоги и понять, что это всерьез. Это все происходит, борьба с коррупцией. Будут ли, как выражается наш фидер, посадки. Или это очередная симуляция. И в том числе поговорить и о тех новых областях, которые затрагивает эта борьба. В частности, в области фальшивых диссертаций, разоблачения коррупции в области высшего образования. И у нас сегодня очень хороший, интересный гость, который, мне кажется, может очень компетентно рассказать о всей этой сфере. Это экономист и в бывшем, в 2004-2012 году, руководитель Росфиннадзора Сергей Юрьевич Павленко. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, давайте сначала, может быть, к вашей оценке нынешней ситуации, нынешняя борьба с коррупцией. Это очередная кампания из числа циклических? Или вы видите какие-то системные сдвиги в том, как это происходит сейчас? Ну, на самом деле, я хотел бы сказать, что Россия не является уникальной страной в отношении того, что в переходный период от социализма к капитализму стали возникать такие вот системные сбои, если можно выразиться. Если посмотреть на ситуацию в бывших советских странах, бывших странах Советского Союза и в бывших странах Восточного Блока, то ситуация там не лучше, а в некоторых намного хуже, чем у нас. Ну, например, если взять Болгарию, то регулярность обвинений в коррупции в адрес председателя правительства, ключевых министров, ключевых глав регионов намного выше, чем в Российской Федерации. И пораженность коррупции, например, Польши в начале 2000-х была намного выше, чем в Российской Федерации. Речь идет о количестве случаев или о масштабе коррупции, как бы, ну, грубо говоря, скажем, нормы отката? Речь идет о том, с какой коррупцией мы имеем дело, с опасной или с массовой, хотя и массовая тоже может стать опасной. Ну, например, взятки врачам, это отнюдь не специфика Российской Федерации, это тотально распространенное явление, которое стало признаваться опасным, например, в Венгрии, только вот несколько лет назад. Почему это отдельный разговор, почему вдруг изменилось отношение общества? И, конечно же, оценка коррупции, которую дает разного рода оценочная контора, если так можно выразиться, хотя они хорошие организации, которые изучают межстрановые соотношения, они в значительной мере базируются на оценках субъективных, которые дают бизнесмены, простые люди, государственные служащие. Ну да, он называется индекс восприятия коррупции. Совершенно верно. В Российской Федерации восприятие это выше, но, например, в Болгарии оно еще выше. На мой взгляд, оценка субъективная со стороны разных социальных групп, она просто свидетельствует об общем кризисе общества. Он есть или его нет? Вот если его нет, то тогда коррупция рассматривается, ну как в Италии, небольшая плата за хорошую жизнь, потому что жизнь хорошая. Поэтому, когда мы говорим, что в Российской Федерации оценка величины коррупции, ну просто шкалит, это означает, что у нас существенная проблема вообще, системная. Является ли коррупция основной системной проблемой? На мой взгляд, мы приблизились к этому, но еще не перешли. Но она с другой же стороны ведь и проблема, и с другой стороны является неким, ну так скажем, порочным контрактом, связавшим режим, потому что коррупция это своего рода такое отражение вертикали власти, нет? Это то, что связывает власть и народ. Вот это коррупция. Зарплата, которая выдается государственным служащим, и коррупция, которая как бы возвращается постоянно, как бы вверх-вниз она идет. Форма перераспределения, своего рода социальный насос. Форма, которая компенсирует системные проблемы, нерешенные российского общества, как то нерешенная проблема образования, начиная с, извиняюсь, дошкольного, нерешенная проблема медицины, системы здравоохранения и куча других дисбалансов в обществе. Эти дисбалансы у нас закрываются инфляцией, если мы говорим об экономических дисбалансах, они закрываются ужесточением монетарной политики, и они закрываются таким явлением, как постоянная коррумпированность субъектов экономики и уже общества. Почему у нас православная церковь говорит о том, что вот там общество деградирует, но потому что они видят, что из экономической сферы это перерастает в сферу межличностных отношений. Стенки между экономикой и семьей никакой нет, семья это продолжение экономики, политика продолжения экономики другими средствами. Я правильно понимаю, что вот, грубо говоря, в массовом восприятии коррупция это некий такой демпфер, объясняющий все. Вот какая-то рядовая семья сталкивается с тем, что в детских садах плохо, что в школах падает качество образования, и массовое сознание воспринимает это так, объясняет это просто. Коррупция. Воруют, поэтому плохо. Но с заменой религии. Потому что, помните, как в ранних христианских обществах, если в детский сад не берут, значит это козни дьявола, а сейчас это коррупция. А насколько, в таком случае вот возникает вопрос, насколько показная борьба с коррупцией, насколько показная борьба с коррупцией и так далее действительно ключ к решению этих проблем. То есть, грубо говоря, если сейчас, вот сейчас, почему я спрашиваю этот вопрос, задаю, сейчас идет такая очень четко, яркая кампания по борьбе с фальшивыми диссертациями, фальшивыми защитами в ВАГ, в высшей школе, в наших образовательных учреждениях. И в связи с этим, вот смотрите, если начинать эту войну, антикоррупционную войну, насколько это действительно способно изменить само качество образования? То есть, вот эта связка, это есть или нет? Вот давайте, значит, во-первых, борьба с коррупцией реально, да, мы ее уже видим. Это тезис номер один, тезис номер два, это все будет как борьба за мир, после которой не останется камня на камне, может не остаться камня на камне, вот существующие системы. И это, конечно, серьезный вопрос, который необходимо анализировать, что будет после и как будет после. Возвращаясь к диссертации, я считаю, что это, конечно, один из классических предметов подмены понятий, потому что, вообще говоря, ничего нового в купленных диссертациях нет. Это, извиняюсь, еще с 70-х годов прошлого века при Советском Союзе вполне было распространено явление, только платили не там рублями, а платили дубленками за это. Борис Анатольевич Березовский занимался в том числе написанием диссертации для уважаемых людей. Я видел, как это происходило, сам не участвовал. Молодой еще был, излишний. Ну, согласитесь, все-таки, Сергей Юрьевич, что масштаб явления был другой в Советском Союзе. Это как с покупкой прав. Есть другая проблема, на самом деле. Во-первых, люди, которые обвиняют наших уважаемых депутатов в том, что их диссертации ненастоящие купленные, начнем с депутатов, в большей мере принадлежат ровно той социальной группе, которая за деньги эти диссертации пишет. Поэтому здесь есть какой-то такой акцемором. Ну, вы знаете, да, может быть, но я не знаю. Ну да, другие люди, понятная идея. Есть разные люди. Доктор Жекел. Да, но все-таки, вы знаете, хотел возразить, мне кажется, масштаб явления. Это как с правами, понимаете? В Советском Союзе тоже можно было купить права, но покупка прав не была в Советском Союзе практически единственным способом их получить. О, давайте так. А с диссертациями тоже очень часто это получается. Левые диссертации уважаемых депутатов никому не мешают, они никому не вредят, они не наносят никому материального вреда. Наносят ли моральный? Наверное. Наверное. Вопрос доверия в обществе, доверия социального капитала. Доверие как основная форма социального капитала. Они подрывают доверие вообще к легитимности любых корочек, любых дипломов высшего образования вообще. Собственно говоря, в этом как раз проблема высшего образования. Вы совершенно правильно говорите, что там смешиваются, извиняюсь, Бауманский институт и некий шараж-монтаж. Межгалактическая академия туризма. Вы знаете, обычно, да, второй высший получает первый Урюпинский петинститут, второй межгалактическая академия туризма. Совершенно верно. И одна из задач реформы высшего образования, за которую, в общем, министр имеет все шансы получить не просто выговора и прямое увольнение, это как раз расчистить эту поляну, отделить овец от козлищ и все-таки каким-то образом расставить знаки на лбу каждого уважаемого научного сообщества и образовательного сообщества. Я понимаю, Сергеевич, что вот это тот самый кейс, тот самый случай, когда проблема коррупции слепается с проблемой неэффективности государственной системы. И, так сказать, в глазах общественного сознания ключевая проблема – это коррупция. А на самом деле коррупция есть производная часть проблемы, но не ее суть, не ее главная проблема. Ну, само слово «коррупция», на самом деле, если мы в сторону немножко отведем юридическое определение, которое очень-очень узкое, и будем говорить с точки зрения народной, она, например, весьма сомнительно применительно к изготовлению пустых неокров. У нас огромные государственные расходы на различного рода нейры, неокры, научно-исследовательские работы, опытно-конструкторские работы и так далее. Ну, в свое время еще в бытность свою, на, значит, своей прежней должности мы занимались этим. И, в общем, конечно, ситуация довольно-таки тягостная. Это вам не какие-то невинные диссертации, это огромные деньги, которые получают за ровно такие же скомпилированные, даже в большей степени скомпилированные, абсолютно пустые бумаги из федерального бюджета, из региональных бюджетов, из прочих бюджетов, которые идут из средств налогоплательщика. Диссертации депутатов не стоят ничего никому, это их маленькая игрушка. И когда ученые нам говорят, вы знаете, у них неправильная игрушка, то это пускай они между собой разбираются. А когда мы платим деньги, все налогоплательщики, вот этим самым людям, не депутатам, а этим самым ученым, вот это совсем другой вопрос. Ну, здесь, да, я соглашусь здесь с вами, потому что пустые неры. Ну, вот сейчас даже скандал с Пономаревым идет, 750 тысяч долларов за вот это скол. Ну, вы знаете, я со своей стороны скажу, я почти 10 лет проработал в системе ТАСИС, вот, европейские по заказам Евросоюза, деньги, оплаченные Евросоюза, выполнялись множество работ. Я вам скажу, степень эффективности она близка-близка, при том, что там платились европейским консультантам и чиновникам, ну, большие деньги там, так сказать. Система эффективности, система контроля, и вот это огромное количество документов, которые ежедневно производились для всех наших ведомств, для всех наших регионов. Это, так сказать, у меня там весь компьютер, весь жесткий диск забит, и что? Ну, эффективность этого, я вижу, она близка была практически к нулю. Так что вот эта вся сфера консалтинга, она, по-моему, удивительна коррупциогенна, вот такого государственного консалтинга, где нету... Она неэффективна, но это, возможно, создает базу для коррупции. Напомню нашим слушателям, что у нас в гостях сегодня Сергей Юрьевич Павленко, экономист, а в 2004-2012 годах руководитель Росфиннадзора. Вы можете позвонить, оставить свои вопросы и вообще сказать нам, как вы считаете, возможно ли в России победить коррупцию? 65-10-99-6, телефон на студии прямого эфира, код Москвы-495. И также зайти на сайте финам.фм, на сайт программы, на страничку программы «Археология», и там оставить свое мнение. 65-10-99-6, возможно ли в России победить коррупцию? Мы уйдем на перерыв. И снова добрый вечер, программа «Археология» в эфире. Сегодня у нас в гостях бывший руководитель Росфиннадзора в 2004-2012 годах Сергей Юрьевич Павленко. Говорим мы о коррупции в России. Возможно ли в России победить коррупцию? 65-10-99-6, телефон прямого эфира. Ильмар. Сергей Юрьевич, скажите, пожалуйста, общаясь с экономистами, занимающимися проблемой коррупции, многие из них постоянно подчеркивают, что коррупция бывает на разных уровнях. Есть коррупция на верхнем элитном уровне, которая встречается почти повсеместно, она по-разному оформлена. Лоббизм, политические привилегии крупных корпораций, Голландия, США, Израиль. И есть та самая бытовая коррупция, с которой сталкивается население. Одно из представлений обывателя, если мы говорим об этом, это то, что в России есть та самая вертикаль. Вот оно снизу вверх и туда куда-то вверх по всей системе госаппарата уходит наверх. Насколько, на ваш взгляд, это представление соответствует действительности? И это первое. И второе, как бы, если такая система существует, если это вертикаль, если она есть, если эта вертикаль есть, то, в принципе, можно ли с ней бороться, если в мире какие-то опыты этого? — Я не знаю, на самом деле, до какой высоты идет эта вертикаль, потому что никогда мне не случалось доходить до самых-самых высоких уровней в своих исследованиях. Но она, конечно, идет достаточно высоко. — Вы наталкиваетесь на какие-то барьеры? — Ну, а как вы считаете? — Не, ну, на какой-то стадии это просто обрывается и все. Значит, процесс как бы останавливается. — Ну да. — Но это не только специфика Российской Федерации. Я общался со своими коллегами из Восточной Европы. Это примерно такая же ситуация. Абсолютно. И поэтому вопрос, можно ли победить коррупцию в Российской Федерации, он некорректный. Вопрос номер один. Коррупция является свойством переходного периода или она является тотальным свойством капиталистической системы, построенной на, вообще-то говоря, безудержной гонке за прибылью, сверхприбылью и так далее. Читаем Маркса, несмотря на то, что это, говорят, уже непрестижно. — Ну, послушайте, но есть же все-таки Финляндия, Новая Зеландия. Там худо-бедно капитализм, как-то там коррупция минимизирована. — Как говорил товарищ Сталин, наука исключениями не занимается. — Ну, тут смотря-смотря, кто исключением является. Здесь я не знаю, если... — Статистически исключением являются страны, которые смогли обуздать эту коррупцию. — Так вопрос в том, большинство их или меньшинство, и здесь, конечно, вопрос градации. — Большинство населения земного шара живет в глубоко коррумпированных обществах, таких как Китай, Индия, Ближний Восток, Африка и Южная Америка. — Ну, не те образцы, на которые хотелось бы нам все-таки ориентироваться и утешать себя тем, что большинство населения, так большинство населения мира живет и беднее России. Что же нам теперь стремиться к этому? — Ну, было интересное исследование. По-моему, кстати, у Арсимаглу была интересная статистика, Дарна Арсимаглу, по поводу экстрактивных институтов, о которых мы здесь как-то говорили, что из 159 стран, которые он смотрел, вот как бы проблема преодоления этих самых экстрактивных институтов преодолена в 20. Ну, там, в 20-ти щеных странах. То есть, грубо говоря, получается ситуация, при которой именно эти страны, победившие экстрактивность своих институтов, победившие коррупцию как основной инструмент, да, извлечения доходов из своего общества, вот они исключения, не страны, которые... — Ну, понимаете, здесь философский вопрос. Оправдываем ли мы состояние, нынешнее состояние или стремимся к лучшему, или стремимся выйти из него? — Это абсолютно не философский вопрос. Проблема в том, коррупция останавливает экономический рост или существует параллельно ему. Есть страны, в которых она не останавливает экономический рост, а в Российской Федерации она, похоже, уже начинает останавливать экономический рост. Потому что коррупция — это риски. Она не бывает же систематической. Борьба с коррупцией эти риски, кстати, увеличивает. Вы даете взятку, но исполнение взятых на себя обязательств вашим контрагентам совершенно не очевидно. Сейчас особенно. Поэтому эти риски тогда закладываются во все экономические транзакции. Они закладываются в том числе в банковские кредиты. Они закладываются вообще в все бизнес-планы. — Ну да, то, что называется коррупционный налог на экономику. — Абсолютно верно. — Я хочу напомнить телефон наш студийный прямого эфира — 6510-99-6. Ну, давайте, Сергей Юрьевич, вот так переформулируем вопрос. Может ли увенчаться успехом нынешняя борьба с коррупцией? Нынешняя борьба режима с коррупцией? Александр на линии. — Здравствуйте, дорогие друзья. Так вовлекло меня в беседу. Вы знаете, я, наверное, там буду честен как пользователь коррупции. Как обычный там рядовой бытовой гражданин. Я не пользуюсь там какой-то вертикальной власти, еще чем-то. Я говорю, вот предыдущий оратор говорил о двух там видах. Коррупция — это некая бытовая, наверное, которая страдает там все общество. Моя субъективная, но, на мой взгляд, там, оформившаяся точка зрения, она в том, что мы страдаем из-за этого ввиду отсутствия там понятных нормальных систем взаимоотношения в обществе. То есть, если мы говорим взять новую машину, поставить ее на учет, то лучше там найти гаишника, который это сделает за три рубля. Потому что инструменты, которые предоставляют государство, там, государственные институты, в нашем понимании, они работают лучше, когда они там проплаченные, когда мы говорим, что там механизм промазан, промаслен. Мне кажется, там проблема в этом. В текущем виде, как идет борьба с коррупцией, мне кажется, это, ну, некий такой глобальный проект, КПД которого там, ну, пока не очень ясно. Если говорить о той коррупции, в которой там погрязло наше общество, наши друзья, соседи, родственники, все, да, поголовные, это некая сейчас, наверное, не болезнь, мне кажется, это некая модель поведения общества. И, ну, конечно, надо применять там другие меры. Мне, как в плане, там, наверное, ну, не в борьбы с коррупцией, как пример изменения подхода и отношения с клиентами, вот, наверное, нравится сейчас Сберб, потому что они смогли, ну, ни в коем случае не реклама, но мне кажется, они смогли изменить, смогли сделать свои отношения с людьми прозрачные. Если это сделают все остальные, да, это будет работать, если этого никто не сделает, потому что людям, там, сидящим, там, в ЖЭКе, в КАИ, в каких-то госорганах, проще работать так, это, там, серьезная часть их дохода, мне кажется, что это тоже сильная доля. — Александр, я не понял, где, 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 чей пример вам нравится? — Сбербанк. — А, Сбербанк, я понял, да, да, Сбербанк. — Да, да, там проблем много, но, по крайней мере, там приходил Сбербанк, ты, ну, сейчас, наверное, понимаешь, сколько времени займет обслуживание и что тебе конкретно надо сделать, вот, прям, там, для дураков на пронепоезде, мне кажется, что система должна быть дуракоустойчивая, она должна быть клиент-ориентирована. У нас очень тяжело разобраться с документооборотом, во-первых, а с косноязыкими постановлениями, дополнениями, с очень нормативными актами, вы знаете, с одной стороны, да, это тяжело писать. — Александр, да, спасибо уже, я думаю, вы очень много нам информации выдали, благодарю. Так что, да, вот, мне кажется, Александр здесь очень интересную вещь, говорит, что это не болезнь, а вообще некое состояние общества, и, конечно, вопрос, который в связи с этим возникает, а как с этим вообще бороться? — Ну, мне кажется, что Александр говорит еще и о том, что, на самом деле, если вы улучшаете механизмы, улучшаете протоколы, улучшаете регламенты работы государственных органов, то вы их ставите в ситуацию, когда им намного труднее заниматься вот этой коррупционной деятельностью, и это действительно факт. Низовая административная коррупция у нас снижается, это правда. А что касается Сбербанка, могу сказать, ну что, в результате того, что Сбербанк стал работать лучше, получить кредиты в нем стало труднее, потому что они стали, наконец-то, считать риски и поняли, что в российской экономике, российским экономическим субъектам давать денег нельзя. — Напомню наш телефон. 65-10-99-6. Возможно ли в нынешней России, в сегодняшней России победить коррупцию? Николай на линии. — Алло. — Здравствуйте. — Алло. — Да-да-да, там у вас шумит что-то сзади. — Ну, это, наверное, не сзади, это спереди, сейчас попробуем исправить. — Алло, так лучше? — Да, немножко. — Ну, я тогда коротко, если шумит. — Пожалуйста, коротко. — Победить коррупцию в том виде, в котором она сейчас существует в России, нельзя, потому что, ну, вся система работы административного аппарата устроена так, что она работает именно на эту коррупцию, на ее развитие. И просто без коррупции она рухнет, она не сможет существовать. Да и, наверное, вообще победить коррупцию в системе товарно-денежных отношений нельзя. А другое дело, что у нас Россия, она принимает такие формы, что, ну, просто неприличные. Вот, примерно так. Спасибо. — Понятно. Спасибо. — Ну, это абсолютно распространенная точка зрения. Победить невозможно, а жить с этим нельзя. Ну, что, стреляться надо всем. — 65, 10, 99 и 6. Возможно ли в сегодняшней России победить коррупцию? Задайте свой вопрос или выскажите свое мнение. Напомню, что у нас в гостях Сергей Павленко, в 2004-2012 годах, руководитель Росфиннадзора. Илья на линии. — Здравствуйте. — Здравствуйте. — Вот это я хотел сказать, что вот мне очень понравилось, что сказали, что проблемы в обществе. Мне кажется, действительно так. Вот. Например, та же история с правами. На самом деле, люди абсолютно там не пытаются сдать сами. А вот у меня, например, вот я лично сдал сам, причем с первого раза, да, там, надел кучу ошибок, еще бы там минимальная ошибка, и меня бы выгнали. Но вот, например, мой брат не пытался сдать, моя сестра не пыталась сдать, мой лучший друг тоже купил себе права. — Я так слышал, что это сейчас как бы вообще системно, структурно невозможно сдать, прийти и сдать. То есть не купить права нельзя. Возможно? — Нет. — Ну, я сдавал 10 лет назад, тогда, мне кажется, было похуже, хуже еще с коррупчей. И совершенно спокойно сдал с первого раза, причем, ну, отучился на Ташкуле, сдал с первого раза, да, там, нам сдало 3 человека из, наверное, 50 или из 80. — Ну, интересно было бы услышать от тех, кто сейчас, вот, в 2013 году получает права. — Я вообще, вот у меня друг не дал этого, а он не получался. — Нет, ну, я сплошь и рядом слышу от тех, кто сейчас получает права, что вообще нету как бы структурного пути сдать экзамен, вот, чистым-чистым путем. — Вот мой друг не пытался сдать экзамен сам, но он тоже говорил, что нет структурного пути. — Понятно, спасибо, спасибо, Илья. — 65, 10, 99,6. Можно ли в сегодняшней России победить коррупцию? Я хочу сейчас спросить, Сергей Юрьевич, вот, за годы вашей работы, 8 лет, 8,5, да, у вас даже получилось в Росфиннадзоре, вы можете выделить какие-то особые зоны, которые вот у вас вызывали наибольшую тревогу? Части финансовых нарушений, бюджетной дисциплины. По каким ведомствам? — Ну, во-первых, это самые крупные инвестиционные проекты, это АТЭС, это Сочи, это курорт Северного Кавказа, это Мариинский театр. Во-вторых, это ремонты жилья. То есть на самом-самом низком уровне, когда в подъезд приходит бригада ремонтников, они там что-то как бы ремонтируют и потом уходят. То есть то финансирование, которое у нас проходит по фонду развития ЖКХ. И вот это вот та самая бытовая ситуация, с которой всегда очень трудно, потому что это происходит по всей стране, это на каждой улице. И, конечно, тогда мы в первый раз увидели, как хотя бы часть граждан подключается к этому процессу, потому что они понимают, что вот это деньги их, это их собственное место жительства. И все-таки вот за свои деньги, за свое место жительства, за свой подъезд люди начинают там как-то бороться. — А вот, грубо говоря, за Сочи, за АТЭС тут нет даже той инстанции, которая впряглась бы за государственные деньги. — Не, ну много, конечно. Там и прокуратура, там и МВД активно работает, там и Росфинадзор, там и Счетная палата, наоборот. Всех очень много. Просто и проблем намного больше. — Есть ли примеры больших инфраструктурных проектов, которые, так скажем, были более чистые с этой стороны, с этой точки зрения? Или практически все они вот... — Вот вы, наверное, будете говорить, что я рекламирую, но на самом деле это питерская дамба, которая была выполнена почти в пределах разумных финансовых. Конечно, там смета возрастала и значительно возрастала, но это не было безумным кратным ростом. И в общем и целом достаточно хорошо это строение получилось. — Но все рекорды побил, наверное, Сочи. — Ну, мы еще увидим, что будет в Сочи происходить. И пока что там целый клубок проблем, гораздо более серьезных, чем во Владивостоке, намного серьезных. Намного более серьезных. — Насколько реагировало на ваш... Вот вы расскажите, как механизм работает Росфинадзор. Вы должны довести, если вы раскрываете очевидный совершенно случай нецелевого расходования бюджетных средств. На нарушение бюджетной дисциплины. Воровство, просто говоря. Вы доводите до генпрокуратуры? — До соответствующей прокуратуры. Если это локальное происшествие, то есть в рамках одного субъекта Российской Федерации, то представление отправляется местному прокурору, он обязан его рассмотреть. И в оговоренные законом сроки нам дать ответ. Проведена прокурорская проверка, по итогам которой и дальше перечень возможных вариантов. Если же речь идет о межрегиональной проблеме, либо проблеме, имеющей государственное значение, условно говоря, это ФЦП, это отдельная строчка в федеральном бюджете, то тогда это генеральная прокуратура, которая уже принимает решение о дальнейшем развитии или неразвитии в уголовной плоскости. — За эти 8 лет насколько отзывчива была генпрокуратура к вашим расследованиям? — Ну, с тем генеральным прокурором, который работает сейчас, она, да, она отзывалась. Ну, конечно, у нас всегда был более плотный контакт с региональными прокурорами. — А со следственным комитетом вы тоже доводили и до следственного комитета? Вы можете напрямую в следственный комитет это вводить? — Следственный комитет там немножко по-другому устроено. Это соглашение, ну, во-первых, следственный комитет возник недавно. — Ну да, это уже новая история. — Да, это новая история. У них был период становления, но в общем и целом, где-то последние года полтора это взаимодействие развивалось, мы там заключали с ними соглашение. И те материалы, где мы сами видим, безусловно, уголовную составляющую, то есть не нужно спрашивать у прокуратуры, есть она там или нет, мы отправляли в следственный комитет. Этих материалов было сначала не очень много, сейчас, наверное, их стало больше. Но там, конечно, была очень сильная составляющая, связанная с незаконным выводом валюты из страны по разного рода фальшивым документам. Потому что, как вы сами понимаете, мы видели сразу два конца трубы. Вот в этом месте деньги, скажем, из федерального бюджета выводятся, а вот так они переправляются в безопасное место, то есть за границей. — Ну да, вы как бы от начала до конца видели. — Ну, мы видели на границе. — В смысле, да, на границе. — Мы видели на границе. — 65, 10, 99,6. Возможно ли в сегодняшней России победить коррупцию? Екатерина. — Добрый вечер. — Добрый вечер. — Вы знаете, я тоже согласна выступала с собеседниками, что невозможно при том государственном устройстве, который мы сейчас имеем, действительно все устроено так, что на коррупцию и действительно на развитие коррупции. И побороть ее в том виде, в котором она сейчас существует при этом государственном устройстве, просто я думаю, что невозможно. Даже вот как простой пример человек, который говорил вам о том, что невозможно сдать на права, там, да, взятки, просто стало действительно для народа панацеей от всех проблем, это действительно вот деньги, да, то есть если он может, значит, ты получишь что-то. Столько препонов просто стоит, что невозможно просто пройти и так, чтобы... А самое главное, что ответственность, понимаете, вот у нас все говорят о том, что надо бороться, да, там президент постоянно говорит о том, что надо с этим бороться. Но на самом деле не делается ничего. То есть где-то там какой-то единственный, единственный случай, когда мы в нашей жизни, да, обычные люди сталкиваются с этим везде и повсюду. Зубной врач, день, там, да, то есть там какой-то там квартира, она просто там какие-то там, ну, везде, понимаете? — Ну да, ситуация знакомая. — Да, да, понимаете? — Спасибо. — Если какая-то была бы ответственность хотя бы, действительно, да, этим занятым структурой, действительно, да, и сказать, там, вот, одного там посадили, да, кто-то там предложил, там. Нет ничего, просто все говорят, надо бороться. Но в том виде, в котором это существует сейчас, это просто сделать невозможно. — Ясно. Спасибо, Екатерина. — Ну, можно в качестве примера приведу, что, например, за получение заграничного паспорта 10 лет назад нужно было обязательно платить деньги, потому что иначе не было легкого варианта. Сейчас вы получаете этот паспорт быстро, и вот покажите мне человека, который сейчас платит за это деньги, но если это, правда, не бандитка, который пытается получить левый паспорт какой-нибудь фальшивый. — Это соглашусь. И внутренний паспорт, и загранпаспорт вот за последние годы 3-4, я скажу, очень хорошо наложено. — Регистрация мигрантов, пожалуйста, все то же самое. — Пять лет назад невозможно это сделать без каких-то взяток, причем довольно крупных. Сейчас система отлажена, происходит уже более или менее без этого. Поэтому еще раз, если государство нормализуется, то вы тогда можете выйти на ситуацию, когда вы коррупцию не победили, но она, по крайней мере, перестает становиться, она перестает быть тормозом для экономического роста, и она перестает быть фактором, который разлагает общественную жизнь. Она живет рядом, как собака у вас. Она гавкает, блохи с ней прыгают, но, по крайней мере, она не кусает вас. — Напомню, что у нас в гостях Сергей Павленко, руководитель Росфиннадзора в 2004-2012 году. Телефон наш прямого эфира 65 10 99 6. Позвоните нам и скажите, возможно ли в сегодняшней России победить коррупцию. Мы уйдем на последний перерыв. — И снова добрый вечер. Программа «Археология», «Археология Форбс», как всегда, по понедельникам. Я Сергей Медведев, мой соведущий сегодня Эльмар Муртазаев, заместитель главного редактора журнала «Форбс». И в гостях у нас Сергей Юрьевич Павленко, руководитель Росфиннадзора в 2004-2012 годах. Говорим мы о коррупции. Возможно ли в нынешней России победить коррупцию? 65 10 99 6. Телефон прямого эфира. Вот, кстати, пишет на сайт finam.fm, у нас здесь есть средства прямой связи, еще одно, пишет Виталий. В Китае низовая коррупция в сто раз ниже. Наши предприниматели туда переносят производство, а потом в шоке, когда местный чиновник к ним приехал не откаты требовать, а дорогу отремонтировать, а обеспечить бесплатный подвоз рабочих из местного городка. Ну вот здесь могу, можно прокомментирую. Вы знаете, масса исследований по поводу китайского уровня коррупции, она там, конечно, тоже меняется, но это как раз, по-моему, тот кейс с Китаем, о котором говорил Сергей Юрьевич здесь, что это тот случай, когда коррупция не является препятствием к экономическому росту. На самом деле уровень ее там очень отличается вообще внутри страны, потому что одна ситуация, к примеру, в Шанхае, в центрах с активным участием западных инвесторов, зарубежных инвесторов, а совершенно другая ситуация в какой-нибудь глухой китайской провинции, где коррупция чудовищна и достигает уровней, которые и нам, может быть, не снились. Но те исследования, которые я читал, очень интересовался этой темой, показывают, что когда экономика бурно растет и вызвана это другими вещами, другими причинами, коррупция это фон, который не мешает ей развиваться. Это типа инфляции, то есть некие такое фоновое явление в связи с быстрым ростом и быстрым перераспределением доходов. Я, кстати, в этом смысле хотел бы напомнить. Вспомните, вот мы говорили, что было 5-6-7 лет назад, а теперь вспомните 2004, вот самый пик нашего роста, когда там темпы роста были по 7-8% в год, 2004-2003, что коррупции не было, да она была больше. А, тем не менее, же было такое некое общественное ощущение, что страна богатеет, что что-то улучшается, и коррупция тогда не казалась системной проблемой, которая препятствует развитию страны. У нас страна живет в ожидании чего-то страшного, и поэтому мы говорим про коррупцию. Вот и все. Это конец века, ожидание конца века. Оно может быть объективно, там люди смотрят какие-то цифры, оно может быть субъективно, причин не на одну передачу хватит. Хорошо, ну вот смотрите. И поэтому мы говорим про коррупцию, что вот пытаемся проецировать на это явление все общественные страхи, весь общественный ужас перед наступающим чем-то непонятным нам. Ну вот по-простому объясните, вы тоже уже обмолвились не раз, что сейчас уже уровень коррупции начинает тормозить наш экономический рост. Вот просто попытаюсь понять, вот те миллиарды, совершенно очевидно, миллиарды, будут еще расследования, посмотрят, не знаю, ну на Сочи, украденные миллиарды, это миллиарды, уведенные из экономики? Это другие возможные инфраструктурные проекты? Ну, слушайте, вы, если бы 5 лет назад, ну там 7 лет назад съездили в город Краснодар и сейчас бы съездили в город Краснодар, это два разных города, целый, ну как минимум город, а наверное весь Краснодарский край, процветают с сочинской стройки. Что же касается статус... Но процветают системным образом, в смысле улучшилось качество медицинского обслуживания, качество школ. Вода найдет дорогу, я думаю, что не улучшилось. Я думаю, что просто увеличилось число ночных клубов, в первую очередь. Ну да, и вилла вокруг Краснодара. Совершенно верно. И, так сказать, опосредованно люди получили, краснодарский учитель получил возможность стать там тьютером для какого-нибудь чиновника. Есть такая теория просачивания, что это означает, что если вы украли деньги и потратили внутри страны, то это хорошо для экономики. Главное, чтобы вы на Кипр не вывозили. Очень для исследования интересная тема. На мой взгляд, не очень получается реинвестирование краденого внутри страны. Все идет как-то гораздо менее эффективно. Вот потому что оно краденое, понимаете? Потому что это происхождение вот этого капитала. Риски, потому что риски. Если вы можете это легализовать, это одно дело. А если вы не можете легализовать, другое. Вот я не хочу говорить про, называть мой родной город, кто знает, посмотрит. Вот там чуть не у каждого уважающего себя сотрудника МВД домик либо квартирка в Таиланде. Вот что они сейчас с этим будут делать? Вот раньше был консенсус, это можно. Сейчас вдруг стало нельзя. А кстати, вот ваше отношение к этой всей кампании нынешней, национализации элиты, запрет собственности, запрет счетов, отдыхаем на курортах Северного Кавказа. Насколько это эффективно может быть? Ну отдыхать на курортах Северного Кавказа, в общем, если мы хотим избавиться, как Сталин в 30-е годы от этой элиты, менее кровавым способом, то нужно отправить ее отдыхать на курортах Северного Кавказа. Знаете, там пищевых отравлений сколько. У нас сразу половина Минэкономики выкосит в одном только Адлере. Да, вот и национализация элиты. Этот Иноземцев писал статью в Московском комсомольце, как раз где-то вот, кстати, знаковая такая дата 1 апреля. И вот он как раз пишет, что современную российскую элиту не нужно национализировать, ее куда полезнее гнать из страны. Борьба с коррупцией должна быть осмысленной, как одно из немногих средств самосохранения современного российского государства. Я тоже говорю, что у нас есть все-таки Африка. У нас есть прекрасный опыт колонизации Эфиопии такими довольно мирными христианскими способами. Но давайте поручим Михаила Витальевича Маргилова, представителя президента по развитию взаимоотношений с Африкой, чтобы, в принципе, он как-то организовал все это гуманистичным образом. 65, 10, 99 и 6. Возможно ли в сегодняшней России победить коррупцию? Эдуард на линии. Алло. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Я вот по поводу вашего разговора за несколько часов слушаю. Очень все интересно. Значит, мое личное мнение по поводу коррупции. Коррупцию в данный момент в России победить невозможно. Но ее можно сильно уменьшить. И всего лишь тремя шагами. Во-первых, нужно вести электронный оборот денег, чтобы у людей не было наличности, как можно меньше наличности, чтобы можно было следить деньги. Это раз. Второе. Вести ужесточение за коррупцию. То есть, если человек приходит на государственную службу, он автоматически принимает на себя ответственность. И для них, значит, для таких людей нужно автоматически увеличивать уголовную ответственность. Понятно. И третье? Третье. И третье – это упрощение документа оборота. Если мне хочется открыть, например, частное предпринимательство, или подать заявление в суд, или еще что-то. Чем проще мне это будет сделать, тем меньше мне придется обращаться до... Понятно. Понятно, Эдуард. Спасибо. Это совершенно разумные вещи, но ровно они сейчас и делаются. И ровно про эти вещи предыдущие звонившие в ваш эфир говорили, что это совершенно не получится никогда и ни за что. Поэтому точки зрения такие довольно разные. Все обоснованные, кстати. Хорошо. А ваше точка зрения? Вы какое-то... У вас есть свое видение борьбы с этой проблемой? Кроме того, что вы диагностировали сейчас системность этой проблемы, ее встроенность в систему социальных отношений. Как нам выходить из этого? И возможно ли вообще? Делать то, что делается, но только делать это аккуратно, постепенно и постоянно. Не забрасывать. Значит, улучшение регламентов работы государственных организаций не должно ограничиваться одним ФМС. Оно должно идти дальше, дальше, дальше. То, что... Но просто ничего нового здесь придумать невозможно. И самое главное, все возможные действия уже озвучены, все возможные программы составлены. В России вообще ничего нельзя нового придумать. Все уже за последние 10 лет проартикулировано. Все программы написаны, только выполнять их вот трудно становится. Почему? Знаете, хочу вот задать вопрос. Довольно любопытно предлагает то, что вот иноземцев в этой статье отменить реальные сроки за коррупцию. Своего рода такая коррупционная амнистия. Ну, не амнистия, а амнистия в смысле уголовной ответственности. А в том смысле, что люди должны возместить ущерб, который они нанесли. И в данном случае, может быть, пропадет вот этот вот коррупционный скандал у силовиков. Извините, не коррупционный скандал, а коррупционный стимул у силовиков. То есть, если нельзя оперировать человеком, да, страхом его тюремного страха, страхом посадки, то вот он считает, что, может быть, гораздо проще будет вернуть эти деньги государству, вернуть эти деньги экономике. Вы знаете, на самом деле, это же лишь часть проблемы. И то, о чем вы говорите, применительно, видимо, государственным служащим, ровно то же сейчас визжат, кричат и требуют бизнесмены. Прекратите нас сажать, если мы там что-то неправильно сделали, смошенничали. Обычно по статье мошенничество проводится, либо незаконное предпринимательство. А берите лучше с нас штраф. Мы лучше деньги заплатим, в тюрьму не хотим. Не хотим. Ну, я могу сказать, что это все не работает без судов. Потому что, когда мы говорим, что давайте вот вводить те или иные экзотические меры, это означает, что мы не хотим прямо сказать, у нас нет справедливого, честного, ясного, неподкупного суда, который бы силовикам бы сказал, ребята, вы что тут понаписали? Идите-ка отсюда лесом. Или, сказали бы правильно, клиент украл у другого бизнесмена, вот это, это, это смошенничал в тюрьму. Налоги не заплатил реально цинично в особых размерах в тюрьму. Вот, собственно, и все. Поэтому без судебной реформы все разговоры про реформу силовой составляющей, гуманизацию, негуманизацию, я бы сказал так, если вы не можете реформировать суды, то тогда вы все, и граждане, и неграждане, попробуйте реформировать УФСИН, чтобы было комфортабельно сидеть. Потому что тогда 30% общества обязательно пойдет в лагеря, в тюрьмы. И вот все-таки, ну, как-то хотелось бы там, чтобы люди, ну, не страдали уж чрезмерно. И это, если вы не можете реформировать судебную систему. К вопросу такой, в качестве Сноски, к вопросу о судах и Олесе. Ваше отношение к нынешнему делу Навального? Откуда я знаю? Никакого отношения. Пока нет приговора? Пока нету? Я просто, честно говоря, не видел даже материалов дела, которые он выкладывал в сеть. И в отличие, там, не знаю, от Алексея Леонидовича Кудрина, не задавался этим вопросом. Если вы хотите более общее мнение, я считаю, что хороший президент в Российской Федерации должен пострадать сначала за народ. Ну, как там. Чтобы был настоящий герой. Потом. Понятно. 65, 10, 99, 6. Напомню, что у нас в студии Сергей Юрьевич Павленко, руководитель Росфиннадзора в 2004-2012 году. Говорим мы о коррупции. Позвоните нам и скажите. И признайтесь. И признайтесь, да. И признайтесь. Возможно ли в нынешней России победить коррупцию? Евгения. Добрый вечер. Я тоже считаю, так же, как предыдущие выступающие и звонившие, что победить в настоящее время в том виде, в каком мы имеем наше государство, государственное устройство, коррупцию невозможно. Но настораживает два момента. Во-первых, уважаемый Сергей Юрьевич, у меня вопрос. Зачем нужны заграничные паспорта в принципе? На мой взгляд, это тоже такая профанация, да. И такой дополнительный сбор государственных денег, которые, конечно, не коррупционные, а узаконенные. Но абсолютно такого сорта, без которого мы могли бы обойтись. Есть один паспорт, его достаточно, его не надо менять чаще, чем необходимо. И не надо ставить людей, извиняюсь, в известное положение, чтобы они собирали кучу документов, подавали, получали и так далее, и так далее. Понятно. А вот то, что касается наших постоянных приговоров о том, что надо ответственность повышать, на мой взгляд, это какая-то принципиальная неверная позиция. Потому что сколько бы мы сейчас не видели усложнений, повышения ответственности, наказаний и так далее, и так далее. Во-первых, это не выполняется. Помните, у вас была такая передача, где обсуждали связь между неотвратимостью наказания, да, и тем, чтобы подумать, что мы делаем вообще, да. И вы говорили, что если штрафы за превышение скорости не оплачиваются, то можно как бы не обращать на это внимания. Так вот, если закон в результате не работает, хоть вы сто раз предупредите людей, что их посадят. Вы же их не сажаете. Зачем еще пугать? Страшинки уже не работают. Хорошо, спасибо, спасибо, Евгения. Да, у нас просто время уже в эфире. Да, большое спасибо. Спасибо, но я, конечно, не люблю рекламировать правительство, но, в принципе, насколько я понимаю, там есть именно план отмены внутренних паспортов, перевода там на какую-то иную форму идентификации. Грубо говоря, как в Америке. Да, да, да. То есть, будет один паспорт, и по нему уже можно ездить. Единая карта, куда там вливаются все возможные базы данных. Понятно. 65, 10, 99 и 6. Возможно ли в нынешней России победить коррупцию? Андрей. Добрый день. Добрый вечер. Спасибо большое за интересную передачу. У меня следующий вопрос. Вот вы говорите о основном коррупции на бытовом уровне, а что касается лоббирования, как бы вы прокомментировали? Ведь ни для кого не секрет, что уже порядка 10 лет никак не могут принять этот закон, закон о лоббировании. И, наверное, все-таки кому-то это выгодно, чтобы этот закон не понимался. Спасибо. Спасибо, Андрей. Спасибо вам. Я понял. Закон, конечно, этот 10 лет не принимается. Это правда. Даже больше, по-моему, в 95-м году его Российский союз промышленников и предпринимателей обсуждать начал. Но знаете, закон этот имел бы смысл, если бы Государственная Дума решала что-то в части выделения бюджетных средств, ну, как в Америке, где Конгресс действительно решает. В существующей конструкции лоббировать-то особо там нечего. В Государственной Доме и тем более в Совете Федерации они получают бюджет, они чуть-чуть его двигают. Гораздо меньше, кстати, чем 10 лет назад. Я помню, когда я 10 лет назад еще в Белом Доме сидел, я видел, как происходил бюджетный процесс намного жутче, чем сейчас. На порядке это было ужаснее. Сейчас Дума не сильно может что изменить в проекте федерального бюджета. Понятно. Вы знаете, я вот хочу у вас спросить тоже из вашего опыта работы, 8,5 лет, напомню, был Сергей Юрьевич, главой Росвеннадзора. Есть ли вообще какие-то критерии эффективности ведомств или, скажем, госкорпораций, когда вы проверяли? Ну, вот потрачены деньги. Нету-нету критериев, их только сейчас пытаются разрабатывать. Это новая концепция федеральных целевых программ. То есть вы не можете понять, деньги вроде истрачены, по тендеру все, так сказать, проведено верно, а насколько они эффективны? Вот, скажем, вы помните... А зачем это нужно? Ну да, вот вы приводите пример, скажем, социальной рекламы. Там же миллиардные бюджеты заложены, да? Кто-нибудь когда-нибудь проверял, работает ли это социальная реклама? Никто никогда, кроме нас, и то сразу же скандалы начались. А в мире есть какие-то процедуры проверки эффективности? Ну да, есть. То есть, в принципе, есть возможность внедрить рекламенты и по той же рекламе и так далее? Ну, можно, наверное. Но подождите, когда мы обнаруживаем неокр за примерно 20 миллионов рублей левой, абсолютно пустой, переписанный с кандидатской диссертацией какого-то там Воронежского университета, то суды нам говорят, это не имеет абсолютно никакого значения, идите отсюда лесом, потому что дальше следует абракадабра. Я не хочу сказать, что суды продажные, я хочу сказать только одно. Почему? Судебные решения до сих пор всегда по этому вопросу отрицательны. Значит, по вопросу эффективности ровно то же самое. Вот ровно то же самое. Судебная практика крайне негативна. Почему? Потому что нет законам установленных критериев и либо другим формальным документам, с одной стороны. И с другой стороны, нет общепризнанных неких независимых органов, которые могут сказать, это хорошо, а это нехорошо. Ну что ж, спасибо большое за участие в нашем эфире. Напомню, что это был Сергей Юрьевич Павленко, экономист, в 2004-2012 годах руководитель Росфиннадзора. Спасибо всем, кто позвонил. Нам сегодня в эфир были буквально десятки звонков. Как ни странно, очень многие сорвались, но те, кто дозвонился, спасибо. Это была программа «Археология». Мой ведущий сегодня замглавного редактора журнала «Форбс» Эльмар Муртазаев. Ну и, говоря о коррупции, мне кажется, вот эта вот мысль Сергея Юрьевича о том, что она неизбежна, но вопрос в том, чтобы она не мешала экономическому росту. Если ее нельзя победить, то хотя бы попытаться ее минимизировать. Продолжение следует...